Добро пожаловать! Часто бывает в такие вот самые красивые моменты, красивые дни. Обычно холодно и у нас-то в порядке вещей. Но так как в мае у нас цветет помимо черемухи, яблони, еще и сирени, нарциссы, появляются ландыши, все самое красивое, интересное. Меня больше всего в этом отношении интересует нота черемухи. Я с ней мало что-либо встречал, если говорить про фрагрантику в нотах. Если записывать ноту черемуха, там вообще нет ни одного аромата. Но вот у нас есть по крайней мере один аромат, где я ее слышу. И почитав многочисленные комментарии на фрагрантике, многие люди также отмечают, что слышат в этом аромате черемуху. Я говорю именно про Эльин Осублим Мюглер. Вот такой вот замечательный лимитированный фланкер, в котором вообще есть солнечные ноты, есть какие-то тропические цветы. Типа там Тиаре, Франджепани, то есть что-то в этом духе. Ну и безусловно, конечно, белые цветы и фирменный жасмин для пришельцев. Но вот я слышу на старте отчетливо, прямо отчетливо ноту черемухи. К сожалению, длится это, конечно, недолго. Я не назову это моноароматом черемухи. То есть минут через 20 все это развеивается, все это уходит. И перевоплощается в тот самый знаменитый узнаваемый жасмин. Но вот на старте это действительно черемуха. Причем, знаете, такая черемуха после дождя, когда вот пройдет такой хороший вот ливневый дождик, после этого появляется солнышко, начинает нагреваться воздух. То есть вот так вот пахнет именно вот этот аромат лично для меня. То есть вот черемуха именно после дождя. Мне вот интересно, есть ли еще какие-то ароматы, где можно разглядеть ноту черемухи. Ребята, пишите, делитесь, рассказывайте с удовольствием. Почитаю, ну и по возможности попробую найти эти ароматы, чтобы попробовать, чтобы их затестить, потому что я люблю черемуху. Вот правда. Так же, как в принципе и яблоневый цвет. Но если говорить про яблоневый цвет, я в природе на данный момент, вот как сейчас, я его очень-очень слабо слышу. Особенно если, как говорится, подойти к самой яблони, я не слышу аромата. Но вот если подует ветерок со стороны какой-нибудь яблоньки, это прекрасный, великолепнейший запах. У нас как-то был один аромат от бракар, но я его подарил своей племяннице, потому что у нее был один рождение. Он пах яблоней, вот яблоневым цветением, но это было настолько как бы очень тонко. Мне хочется прям вообще, знаете, чтобы это было очень насыщенно как бы во флаконе. Если вы знаете какие-то ароматы с черемухой или ароматы с яблоневым цветом, обязательно пишите. Также сейчас у нас есть вишня, не знаю, вишня-черешня, ну вишня, наверное, это вишня, скорее всего, у нас зацвела вишня. Есть у нас один аромат, который с вишневым цветом, это у нас аромат от Ивраше, вот такая вот прелесть, вишня в цвету называется. Я уже про этот аромат не один раз рассказывал, он для меня пахнет не столько вот именно цветением вишни, сколько пахнет деревяшками, ветками, вот если вот их ломать, резать. Знаете, вот как в детстве мы часто бегали, вот срывали с них вот эту вот кору или там затачивали, например, вот эти веточки сочные такие вот молодые, да, от них шел именно такой аромат, как вот в этом флакончике, прекраснейший, прекраснейший. Я знаю, что парфюмер у этого, у этой водички Франсис Куркджан, Карина его любит. Но я вот, знаете, вот эти ароматы вообще люблю, так же у нас есть здесь сирень, просто брызгать в воздух или на чистое вот стиранное постельное белье, на полотенце, я не знаю, вот я люблю, и Карина меня ругает, она вырывает меня из рук эти ароматы, мне просто они настолько натуралистично звучат, вот прям действительно вот очень живо звучат, что их не столько, сколько хочется носить на себе, сколько вот именно орошать ими все на свете вот вокруг себя, чтобы это долго и прекрасно пахло, потому что на коже, к сожалению, они очень нестойкие, и это, конечно, расстраивает, потому что мы как любители стойкости все-таки в ароматах, для нас этого мало, ну и если, как говорится, поливаться, вот тут мы, в принципе, очень хорошо его использовали, этот аромат вишня в цвету, как бы заметно, да, что расход у них очень большой, в общем, прекрасно, красиво пахнет не столько вот, сколько вишневым цветом, сколько именно веточками свежими, прям такими вот надломленными, я не знаю, заточенными, может быть, веточками, так, ну и, конечно же, сирень, сирень у нас начинает вот появляться, как говорится, но еще не раскрылись бутончики, но я думаю, когда они начнут раскрываться, опять похолодает, к сожалению, сирень я люблю, сирень я люблю разную, в нашем случае, в нашем, как говорится, в регионе, у нас в Омске я видел белую сирень, я видел, ну, самую обычную сиреневую сирень, которые, конечно, по запаху они отличаются и очень сильно, в данном случае, здесь вот, мне кажется, это скорее вот именно, как запах белой такой вот сирени, мягкий, тонкий, нежный, без каких-либо вот миндальных, наверное, да, вот этих вот, ну, цианидистых, я не знаю, как вишневая косточка, я не знаю, ну, то есть, вот что-то такое, да, вот, те, кто знают, как пахнет, естественно, миндаль или вишневая косточка, они все-таки имеют что-то схожее, и некоторые сорта сиреней, особенно, если говорить именно про сиреневую, или, может быть, про более такие вот фиолетовые оттенки, как Екатерина, наша зрительница, нам рассказывала, что у нее на даче растет аж 4 сорта сирени, вот, одна из них пахнет прямо вот именно, как и рижская сирень, но она имеет фиолетовый оттенок, вот, именно с такими вот вишнево-миндальными оттенками, вот, действительно, рижская сирень именно такой вот оттенок и имеет, также у меня в памяти всплывает еще два аромата, которые были с похожими, вот, ну, я называю это цианидистыми такими нотками, да, это была сирень от Новой Зари, персидская сирень, и сирень от Элины Осеневой, ленинградская сирень, ну, там прям конкретно такой цианид, вообще прекраснейший аромат, в общем, что этот, что ленинградская сирень, а вот персидская сирень, к сожалению, она мне не понравилась, потому что, помимо вот этих вот самых вот вишневых косточек, вот этого вот миндаля, чуть каких-то коричных ноток, я имею в виду корицы, в нем было очень много пыли, талька, вот, знаете, вот даже талька, он прям такой вот пудрово-какой-то, так тальково-пудровый, что ли, был аромат, ну, то есть, как-то тяжело было носить, что мне, что коренье, и мы его то ли продали, то ли кому-то подарили, не помню, ну, в общем, в принципе, на заметку, те, кто вот любят такое направление аромата, в принципе, можно, как говорится, попробовать найти, познакомиться с новой зарей, персидская сирень и рижская сирень. Вот рижскую сирень, конечно, хотелось бы еще попробовать винтажный вариант, чтобы сравнить, чтобы посмотреть, насколько они похожи, насколько они отличаются, ну, в общем, красив, прекрасен. Еще одна сирень у нас из советских лет, советских времен, это белая сирень от Северного Сияния, которая, между прочим, чем-то похожа вот с сиренью от Ивраше, но это все-таки очень такая воздушная, очень прозрачная, которую вот даже можно вот так вот сделать, чтобы вокруг меня пахло сиренью. Это все-таки, ну, знаете, такая вот белая сирень, но по-советски, так скажем, когда это было все очень плотно, даже в некоторой степени душно, но в то же время очень-очень-очень круто. Это очень круто, при этом аромат не сбился, то есть он абсолютно живой, я не знаю, сколько ему лет, это надо спрашивать у нашей зрительницы Беллы, которая нам подарила вот этот вот замечательный аромат, вместе с ним также был аромат серебристый ландыш, который я забыл взять в кадр, ну, то есть это, сейчас мы придем к ландышам еще, ну, в общем, прекраснейшая, прекраснейшая, вот действительно белая сирень по-советски, так скажем, потому что все-таки, ну, это плотно, ну, или, может быть, это стало плотно от времени, потому что, я думаю, ему, ну, как минимум лет 30 точно есть, поэтому аромат настоялся, отсюда, наверное, и плотность, так как, если говорить про вот эту вот сирень, это Эвроше, он все-таки акварельный, он прям воздушный, он, ну, через 5 минут выветрится из воздуха, абсолютно, что, конечно, очень жаль, хотелось бы, чтобы он был, как бы, поболее такой вот стойкий в этом отношении. Еще одна прекраснейшая сирень, здесь уже спасибо большое зрительнице нашей Ольге, нам отправляла вот такую вот сирень от Гуччи Гилти, остаточек во флаконе, ну, тут, конечно, сирень с мускусом и с красными ягодами, Карина все-таки больше слышит мускус, она как-то вот не прониклась этим ароматом, а я, конечно, от него был в восторге, и вот, начиная с конца апреля по сегодняшний день, буквально на днях я выбрызгал на себя, к сожалению, остатки, и теперь у меня нет вот этого замечательного аромата, где для меня вот действительно вот сирень, которая сиреневая, то есть не белая сирень, не фиолетовая сирень, которая вот с вишневыми косточками, там, с цианидами, с миндалями, а вот именно сиреневая сирень, как вот у нас цветет, прям громкая такая, воздушная, плотная, плотная и воздушная, в то же время холодная, как, знаете, вот, когда сейчас начнется опять вот у нас холод, как вот было у нас на этой неделе после черемухи, ветер вот поднимется, такой вот холод будет, противно будет на улице, но при этом сирень будет пахнуть очень насыщенно вот на этом ветру, и вот здесь даже чувствуется такой же вот легкий холодок, вот именно вот разносящийся по воздуху сирени, то есть это вот для меня вот именно аромат вот холодной погоды и сирени, которая вот по ветру разносится, то есть прекрасно, прекрасно, Gucci Gilti, но в нашем случае это, конечно, какое-то лимитированное издание Diamond Limited Edition, не знаю, Gucci Gilti классически от вот этой лимитки отличается чем-то по аромату или нет, не помню, хотя я знаю, что мы тестировали эти ароматы, но не помню. В общем, Gucci Gilti Diamond Limited Edition, это сирень на ветру. Так, 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 теперь остались у нас ароматы, опять же таки, ну не столько, конечно, про сирень, там уже будет общий такой сбор, букет, так скажем, разных цветов. Ну начнем, наверное, с вот этого аромата, Ransé Ossublin, где помимо сирени еще вроде бы есть вистерия, вроде бы есть гиацинт, зная точно, что есть сирень и есть мирт, он же нарт, трава такая вот хорошая, интересная, которая на фоне с сиренью также заметна, также слышна. В данном случае для меня здесь ближе к такой сирени, к белой, но все-таки это плотно, это стойко, это очень красиво, это аристократично, прям, знаете, это такой вот прям элегантный какой-то действительно аромат, мне кажется, даже я бы его отнес, как не из нашего времени, это, скорее всего, прошлый век, начало, причем, наверное, столетия, ну скажем так, 1900, наверное, ну времен, в общем, императора Николая II, так скажем, потому что, мне кажется, вот такие вот ароматы в то время, наверное, носили, любили и использовали, потому что это действительно очень такой роскошь, прям действительно такая вот какая-то императорская роскошь, в этом аромате это сирень, это вроде бы гиацинт, вроде бы вистерия там есть, ну то есть какие-то вот такие вот именно сиреневые даже по цвету цветы, возможно, даже ирис и вот нота нарда, такая вот травянистая, 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 как бы не аптечная она, как бы ее так правильно вам описать. Мне он чем-то даже напоминает по запаху дым от ладана в церкви, ну то есть, потому что есть некоторые сорта вот ладана, как я вам рассказывал в одном из своих видео, которые не просто ладан, как смола, а ладан, как уже законченная такая вот парфюмерная композиция, вот именно с травами, которые используют при богослужении, вот мирт, он входит вот эти вот, как говорится, травы, и здесь вот есть вот такое вот, некоторое присутствие вот, ну вот этой травы и за счет этого ощущения легкого такого ладана, то есть, ну это, как говорится, надо любить, это надо пробовать, и вот эти ароматы Рансе можно встретить, по крайней мере, последний раз, когда мы были в Ильдеботе, естественно, далеко до карантина они были, то есть Осублим Рансе, пробуйте, знакомьтесь, в общем, прекрасная императорская сирень, так скажем, букет императрицы, вот так вот даже назову я этот аромат. Следующая сирень, которая в сочетании с мимозой, там, с ландышами, и вообще, как бы, ну это такой прям популярный, мне кажется, весенний аромат, который показывали абсолютно все блогеры и показывают, и, наверное, есть у многих, если не у большинства из наших зрителей, и не только наших зрителей нашего канала, Шамса Лизе Герлен, то есть это, ну это просто, ну просто ароматы, действительно, весны, причем с самого начала, начиная с марта, апреля, мая. Но для меня здесь, конечно, прежде всего это мимоза, потом уже сирень, и, возможно, там ландыши, и плюс в этом аромате, я, кстати, слышу, знаете, что, если я говорил про рижскую сирень, что здесь вот цианидис, это такое вот миндально-вишневая какая-то, там косточка, да, то в данном случае я здесь слышу яблоневую косточку, то есть вот когда яблоки разрезаешь или когда ешь яблоко, и попадаются вот эти вот косточки, когда вот ее раскусишь, косточка пахнет вот именно вот такой вот, ну тоже как, ну орехом, да, или как это назвать, ну косточка, да, ну яблочная косточка, я надеюсь, вы меня поняли, что я имею в виду, я вот здесь вот слышу вот нечто похожее в этом аромате, на вот на фоне мимозы, сирени и других объемных, прекраснейших весенних именно цветов. И вот это вот самая яблочная косточка, что его выделяет на фоне многих других, в принципе, ароматов, потому что яблоневую косточку, яблочную косточку, не так по уши часто она мне где-то попадалась. Следующий аромат, опять же-таки, про весенние цветы, про вообще сбор всяких весенних цветов, но тут уже даже, знаете, не столько цветов именно как ландыши, там, например, да, нарциссы какие-нибудь, диацинты, в данном случае это, опять же-таки, цветение, это сирень, это липовый цвет, и потом уже идут именно весенние цветы, такие как ландыши и нарциссы. Но прежде всего это сирень и липовый цвет. Прекрасный, тут даже больше, наверное, говорить ничего не стоит, уже сто раз про этот аромат рассказывали, и многие из вас его знают. То есть идеальный аромат для майя, как мне кажется, опять же-таки. Следующий аромат, это также Элизабет Орден Сплендор, который, в принципе, похож по настроению, но немножечко различается по своему, скажем так, составу, потому что здесь есть нота гиацинта и нет липового цвета. Ну, то есть они, конечно, абсолютно разные, но, тем не менее, у них похожее настроение, потому что они оба такие вот легкие, воздушные, весенние, хотя в некоторой степени их сложно назвать легкими, потому что если нанести его, например, вечером или ночью перед сном, то он может даже поддушить в теплую, в жаркую погоду. Поэтому прекрасен. К сожалению, этот аромат, мне кажется, не так-то просто сейчас найти, попробовать тем более. В магазинах, я думаю, он не попадается. Ну, по крайней мере, в наших магазинах я его не видел. Вот Пятая Авеню еще можно встретить. Так, дальше, дальше у нас что пошло? Ну, вот, наверное, один аромат с гиацинтом, который можно поставить рядом с этим ароматом, да, Сплендор и Элизабета Аден, это у нас Оскар Делла Рента, Live and Love, но тут гиацинт, ландыш и много-много зелени. У меня было даже под конец, наверное, мая, и даже можно на июнь его отнести, если я вот буду делать видео, похожее видео с июньскими запахами. Он у меня еще и туда войдет, потому что для меня он даже не столько про гиацинт и ландыш, да, он для меня, наверное, больше именно про зелень, именно про какие-то травы, причем такие вот полевые какие-то травы, но не горькие, конечно, вот именно свежие, может быть, чуть скошные, там, сорванные, перемятые, перетертые вот в руках, то есть вот такое вот разнотравие такое, скажем, свежее, вот именно свежее разнотравие Оскар Делла Рента, Live and Love, прекраснейший. Так, 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 ну, еще давайте один ландыш покажем, ну, самый популярнейший, это Diarissima, у нас парфюмированная версия воды. Хотелось бы вспомнить туалетную версию, я помню, когда мы его покупали, этот аромат тестер соял в туалетной воде, но вот они все-таки различаются, туалетная вода и парфюмированная. Туалетная, она как-то поболее, так скажем, ярче, наверное, играла, звучала, и там было именно больше ландыша, в данном случае я здесь слышу, помимо ландыша, слышу также и сирень, кстати, которая вроде бы в пирамиде аромат это и не указана, насколько мне помнится, но тем не менее сирень здесь бессловно есть, плавно переходящая и в ландыш, и в лилию, и в ланг-ланг, но прежде всего это, конечно, все-таки сирень и ландыш, на мой нос сирень сиреневая, в данном случае это сиреневая будет для меня сирень, прекраснейший аромат, к которому я очень долгое время не мог привыкнуть, не мог с ним как-то подружиться, потому что тестер, видимо, был настоявшийся, тестер был, как я говорил, в туалетной воде, мне туалетная вода нравилась больше, чем вот эта вот парфюмированная, мне он очень сильно поначалу напоминал освежитель воздуха, вот самый обычный освежитель воздуха с ландышем, на старте, здесь на старте очень такая яркая, сочная сирень, но потом он уходил именно в ландыш, который часто бывает в освежителях воздуха, сейчас я, конечно, так не скажу, это прекраснейший, красивейший аромат, потому что у нас он уже стоит достаточно много, скажем так, лет, ну, года, наверное, 3-4 он стоит, поэтому, возможно, он настоялся за это время, и сейчас он уже не отсылает меня к освежителям воздуха, хотя, знаю, многие также мне в комментариях писали, многие пишут об этом на фрагрантике, в комментариях про новоделы, естественно, не про винтажи, что, ну, так же сравнивается с освежителями воздуха, поэтому пишите, ребят, были ли у вас такие ассоциации с этим ароматом, именно к новоделам, которые продают сейчас, ну, или, может быть, продавали, не знаю, наверное, еще продают в магазинах, так, и следующий аромат у нас нарцисс, опять же-таки, северное сияние, вот такая вот красота, прекраснейшая, ну, это действительно, это прекраснейший нарцисс, тот самый нарцисс, который уже, к сожалению, отцвел, который имеет тот самый фенольный душочек, за который многие, наверное, нарциссы не любят в парфюмерии, не только нарциссы, жасмин, но все-таки у них там свои характеристики, свои нюансы, в общем, прекраснейший нарцисс, прекраснейший, люблю этот аромат, вот именно за его вот эту вот фенольность, за его натуральность, за его вот, ну, поистине весеннюю такую вот составляющую, которая, ну, это, конечно, не май, это у нас был, наверное, конец апреля, переходящий в май, ну, май, май, все равно пусть будет майский аромат, прекраснейший нарцисс, в общем, от северного сияния, если кто знаком с этим ароматом, делитесь своими впечатлениями, и последний аромат, здесь есть и нарциссы, ландыши, альдегиды, ну, это такой уже абстрактный букет, который также бы я отнес ближе к концу мая, и, возможно, он у меня вместе с Оскар де Лоренто перейдет и в июньский, так скажем, ароматы, потому что здесь вообще много всяких цветений, соцветий, и нарциссы, и гиацинты, и альдегиды, и тубероза, и апельсиновый цвет, и ландыши, то есть букет объемный, я название аромата, наверное, сказал, да, это Герлен у нас, Жарден де Богатель, то есть Сады Богатель, прекраснейший, прекраснейший аромат, спасибо огромное зрительнице нашей Наталье из Канады, которая нам поделилась вот этой прекрасной красотой начала 2000 года, ну, уже, наверное, даже винтажом можно обозвать, да, который абсолютно не сбился, сохранился целиком и полностью. В общем, вот такая вот у меня подборочка майских ароматов, ароматами, запахами, которыми наполнен у нас май. Ну, прежде всего, конечно, это черемуха, это апельсиновый цвет, это вишневый цвет, это юрга даже попадается у нас местами здесь, но я ни разу не слышал, как она пахнет, потому что в нашем, вот, как говорится, районе, в нашем окружении она не цветет, не растет. Красота! В общем, люблю я, вот, люблю этот период. Единственное, что омрачает, конечно, на данное вот время, как говорится, в нашем случае, в нашем регионе, это погода, потому что, когда начинает цвестись черемуха, яблоневый цвет, сирень, сразу становится холодно, причем очень холодно, холодно, поднимаются сумасшедшие ветра, падает температура, да, чуть ли не нуля, минус даже, бывает, минус один, там, минус два градуса, ночью, днем, это максимум градусов 10, ну, это холодно, это все равно холодно, вроде бы такая красота, хочется, как говорится, и погулять, и понаслаждаться ароматами майя, ароматами сирени, черемухи, всех вот этих вот цветов, соцветий, но, к сожалению, не получается, потому что холодно, и приходится радоваться, естественно, ароматами, сейчас вот даже те, кто на нас подписан, те, кто следят за сообществом нашему на YouTube, я выкладывал уже некоторые из этих ароматов, которыми я вот начал пользоваться, и, кстати, идея у нас и возникла в сообществе, когда я что носил, я носил тайну рижанки, там наши зрительницы нам написали, почему бы нам не сделать такое видео, ну, и, в общем, как говорится, видео даже в некоторой степени по запросу, правда, запрашивали про сирень, но сиреневых ароматов, к сожалению, не так тоже много, я решил сделать более объемную, не только сирень, но и остальные цветы майя, в общем, пишите, ребят, делитесь, рассказывайте, какие ароматы вы наблюдаете в своем городе, если вы там из России или из-за границы, может быть, у вас там в мае уже все цвело, и, как говорится, там по второму кругу начинает свисти, здесь все-таки во многих южных странах, как говорится, теплее все-таки, чем у нас в Сибири, в общем, пишите, рассказывайте, ну, и какими ароматами вы пользуетесь в такое время, в такой период, также делитесь, с удовольствием почитаем, что-нибудь возьмем на заметку, ну, и опять же таки напомню, напишите, пожалуйста, про те ароматы, которые для вас пахнут черемухой, может быть, вы знаете, почему черемухи нет на фрагрантике, также напишите с удовольствием, почитаю ваше мнение, и какие ароматы пахнут апельсиновым яблоневым цветом, почему я их вечно путаю, ну, потому что апельсиновый цвет, он чаще используется в парфюмерии, чем яблоневый цвет, какие ароматы вы знаете с яблоневым цветом, также пишите с удовольствием, почитаю, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока!